Всем привет! Было много запросов снять рум-тур нашей квартиры в Корее. И так, как я вам обещала, сегодня я вам ее покажу. И, кстати, недавно я сняла видео, в котором я подробно рассказала вам о том, как же я переезжала в Корею в период вот этого всего нелегкого времени. Поэтому, если вы еще его не видели, скорее переходите по ссылке в описании, либо вот здесь и смотрите. Ну а мы давайте начнем наш рум-тур. Ну и давайте начнем с самого начала. Это вход. Вот. Здесь на входе у нас расположены вот такие вот шкафы для обуви с одной стороны и с другой. Вот. Шкафы очень большие, и у нас, если честно, даже нет столько обуви. У нас вообще, в принципе, мало обуви, поэтому мы их не используем. Вот на входе у нас такой порожек, как и во всех корейских квартирах. Далее у нас идет ванная. Но мы этой ванной почти не пользуемся. Это такая как гостевая ванная. И также тут есть туалет. Ну тут, в принципе, ничего интересного. Здесь внутри у нас лежат просто полотенца. Здесь запасы зубных паст, мыла, зубных щеток и так далее. Вот. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас первая комната. Эту комнату мы не используем. Мы используем ее как спортзал. Мини-спортзал здесь муж занимается. Вот это тоже бывает иногда. Но тут, в принципе, тоже ничего интересного нет. Это все. Давайте пойдем в следующую комнату. Далее у нас вот такой коридор. И следующая комната. Наш рабочий кабинет. И, не знаю, игровая комната мужа. Вот здесь у нас стоят мой ноутбук и компьютер мужа. Здесь у нас стоит синтезатор. Никто из нас на нем не играет. Но иногда бывает я валуюсь. Там что-нибудь по ютубу, по видеоурокам что-нибудь учу. Вот. Но это так. Очень редко бывает. Здесь у нас есть такой вот мини-кондиционер. Мы не стали покупать большой кондиционер. Потому что этим летом не такая сильная жара, в принципе. И плюс мы, не знаю, возможно, через полгода, может, чуть больше, собираемся отсюда переезжать. Вот поэтому мы решили не покупать новый кондиционер. Теперь давайте покажу вам поближе наш стол рабочий. Здесь у меня стоят такие вот две миленькие коробочки. Эту я купила в Тася. Эту тоже. Мне она очень понравилась. Это у них, по-моему, осталась еще весенняя коллекция. Здесь у меня хранится всякая мелочь. Типа наушники, всякие провода. А в той дальней коробке хранятся тетради. Здесь у меня вот такой вот мой уютный, милый уголок. Это вентилятор. Это искусственный цветок. Это вот эти вот два рисунка я рисовала. А это вот открытка, по-моему, я покупала ее, когда мы ходили в Новосантауэр. У меня есть влог на канале оттуда. Это тоже такой вот маленький цветочек, но он тоже не настоящий. Вот наши фотографии, кстати, тоже оттуда же. Видите, из этой башни феульской. И вот здесь такой вот миленький букет из сухих цветочков. Вот, ну, в принципе, как-то так. Здесь еще лежат мои тетрадки. Я учусь, занимаюсь каждый день корейским. Пенал. Ну и, в принципе, все. Больше ничего интересного в этой комнате нет. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас напротив этой комнаты идет первая гардеробная. Здесь у нас лежит всякий хлам. Здесь еще стоит вода. Много запасов воды у нас. Вот, как видите. Также еще стоят бумажные полотенца. Вот, в принципе, ничего интересного. Пойдемте дальше. Далее мы переходим в гостиную и, по совместительству, в кухню. Давайте по порядку. Вот здесь у нас робот-пылесос, который каждый день в определенное время начинают убирать. Здесь у нас такой вот диван стоит. Столик. Ну, в принципе, мы здесь время, если честно, очень мало проводим. Здесь моя лампа стоит. И телевизор. Мне хочется купить еще какую-нибудь тумбу под телевизор, чтобы убрать вот эти вот все провода, потому что они меня бесят жутко. Или, возможно, еще как-нибудь можно это все организовать, но я пока не придумала. Если у вас есть варианты, напишите. Так, далее. Кухня. Мы заезжали в эту квартиру, когда она была еще пустой. Тут была только кухня, поэтому все остальное мы покупали. Вот наш холодильник. Если вы хотите видео о том, что мы едим в Корее, и чтобы я показала вам наш холодильник, наши запасы еды, напишите в комментариях об этом. Вот наш стол. Я долго думала и выбирала стол, и мы вот остановились на этом варианте, и пока что ни разу не пожалела. Этот стол очень классный, красивый и качественный. Здесь на столе у нас стоят часы, такая вот пахучка и еще один искусственный цветок. Мне он тоже понравился, я его купила тоже в Dyson. Ну и пошлите на кухню. Здесь у нас микроволновка, газовая печка. Ну и давайте пройдемся по шкафчикам. В этом шкафчике у нас много кима. Раз, два, три упаковки. Четвертую мы уже съели. Здесь у нас корейская... Не знаю, как это назвать. Типа корейская ветчина, что ли. Спэм называется. Вы наверняка увидели про это видео, возможно, у других блогеров. Вот, и здесь еще затерялась лапша. Потатовая. Потому что недавно готовила одно корейское блюдо и покупала ее специально для этого блюда. Так, дальше. В этом шкафчике у меня чай. Это я из России привозила. Голубой чай, это корейский чай. Это водороследия корейского супа Myokuk. Это тоже я еще из России привозила, у меня оставались. Тут кунжут, это чай тоже. Из России я привозила. Очень вкусный, кстати. Но у меня нет такого маленького чайничка, заварника. Вот, надо тоже купить. Здесь у нас всякие вредные печенья, рамены и так далее. Здесь у нас бумажные полотенца, кружки. Потом рисоварка. Наверное, у всех корейцев дома есть рисоварка. Вы, значит, готовите в ней рис. Тут выбирайте режим, какой вам нужен. Готовите рис. И она у вас потом поддерживает всегда температуру. И у вас всегда рис горячий получается. У нас здесь уже... Ну, нет, есть еще рис. Вот, видите? Он прям горячий такой рис. То есть, в любое время можно сесть и покушать. Далее, еще одна такая корейская техника, которая есть тоже у многих корейцев дома сейчас. Это, не помню, как точно она называется, аэрогриль или аэрофейтюрница. В общем, здесь можно много чего готовить. Вот так это выглядит внутри. Тут выставляете время, температуру. Тут даже подсказка такая есть, для каких блюд, сколько нужно времени для готовки, какая температура. Далее, рядом с кухней, есть еще такая дверь. Загадочная, куда мы сейчас заглянем. Это, так называемая, прачечная. Здесь у нас стоит стиральная машина, всякие стиральные порошки и гели для стирки. И здесь, значит, стоят вот такие вот корзины для раздельного сбора мусора, для сортировки мусора. Видите, здесь для бумаги, пластика, или для всяких там банок железных и так далее. И давайте пойдем дальше. Я сейчас вспомнила, что я вам еще не все показала. Здесь внизу у нас стоят различные соусы для готовки. Вот соевый соус, там еще мед сзади стоит. Далее у нас ящички. В первом ящике у нас лежат столовые приборы. Здесь у нас лежат разные приправы, чего-то только нет. Чай вот мой из России тут затерялся. Это тоже капуста морская, которая добавляется в рис. Вот, кстати, смотрите, кто здесь. Так, ну и давайте дальше. Ну и в последнем ящике здесь у меня всякие тряпочки, полотенца для кухни, салфетки для уборки, пакеты для мусора. Здесь у нас масла и некоторые специи. Еще ножницы вот такие тоже для готовки. Здесь мука, соль, сахар, рис и тоже там всякие еще пакеты. Здесь, в принципе, ничего, но вот только с этой стороны ножи. Ну и здесь посуда разная. Тоже, в принципе, ничего интересного. Ну и давайте пойдемте с вами дальше. Дальше у нас идет наша спальня. Вот так вот она выглядит. Здесь у нас на всю стену идут шкафы для одежды. Кровать. Возле кровати у нас есть такая маленькая тумбочка прикроватная. У нас здесь всякие зарядки для телефонов, для камеры лежат. И всякая вообще мелочь. Вот здесь сверху у меня стоит такой суккулент. Надо, кстати, его полить. Давно не поливала. Это опять наша фотография. Оттуда же. И оттуда же открытка. Видите, здесь даже написано «Сеульская башня». И мне очень нравится этот уголок возле кровати. Мне кажется, так уютно сразу с ним. Ну вот, собственно, наша кровать. И с этой стороны еще стоит у меня столик мой для ноутбука, чтобы можно было использовать его на кровати. Но я это делала очень редко. И здесь балкон. На балконе, в принципе, ничего интересного. На всех, по-моему, корейских балконах есть вот такие вот краники с водой. Вот, поэтому балкон можно мыть с помощью этого душа. Вот видите, здесь висит. И еще, кстати, здесь очень удобно. Есть такая вот сушка для белья. Она на веревочке, получается. Когда нужно, можно ее опустить, повесить белье и поднять наверх опять. И тут, как вы могли заметить, здесь еще вот такая вот дверь. Но тут вообще ничего интересного нет. Это просто комната для кондиционера, как мне муж сказал. Не знаю, зачем она здесь. Но вот, видите, она есть. Давайте пойдем дальше. Далее у нас идет вот такой вот столик и шкафчики. Здесь хранится вся моя косметика. Моя и косметика мужа. Ну, мужа уходовая косметика. Она вот здесь, в принципе, занимает вот только одну эту полочку. Вот здесь у меня всякие солнцезащитные крема. Еще всякие уходовые средства. Ну и здесь тоже самое. Далее у нас идет еще одна ванная. Но только здесь не ванная, а душ. Давайте я вам ее покажу. Здесь у нас такие миленькие тапочки на входе. Вот он сам душ. Видите, есть такой маленький душ, еще большой душ сверху. И здесь у нас тоже стоят всякие шампуни, гели для душа. Кстати, что мне нравится, в Корее практически все шампуни и гели для душа продаются вот с такими вот дозаторами. Это очень удобно. Ну и здесь у нас тоже опять же раковина, туалет, вот такое вот зеркало. И здесь у нас в этом шкафчике тоже хранятся всякие полотенца, гель для душа, зубные щетки и так далее. Давайте пойдем дальше. Осталась последняя комната. Это еще одна гардеробная. Но здесь тоже у нас ничего интересного. Здесь у нас стоит туалетная бумага, чемоданы, гитара мужа. И наша верхняя зимняя одежда. Ну и весенняя тоже всякие пальто, куртки. Здесь у нас еще стоит такая вот аптечка. Там всякая у нас перекись, йод. И еще одна комната. Но тут тоже ничего такого нет. Это просто для эвакуации. Вот. Она тоже такая маленькая. Очень маленькая. Вот. Это вся наша квартира. Если вам было интересно это видео, ставьте пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Пишите в комментариях, хотите ли увидеть видео, что мы едим в Корее. Обзор нашего холодильника. Ну и на этом все. До встречи в следующем видео. И всем пока. Продолжение следует.